Если мы что-то и должны делать, россияне, у которых есть понимание, что Путин преступник, война преступная, что это нужно как можно скорее закончить любой ценой, то мы должны быть все в Украине, мы должны работать на Украину, мы должны все работать только на тех людей, которые делают реальные вещи. Сегодня другой возможности выковырять Путина из его гнезда, кроме победы Украины, не существует. А все остальное это как бы разборки за гранты, за какое-то великое будущее, когда вот кто-то сковырнет Путина, ВСУ победит, и там поменяется власть, и, соответственно, тут все приедут красивые в белых польтах и будут, значит, распределять посты. Ты премьер-министр, я президент и так далее. Вот это как-то какая-то позиция гниловатая. Если бы все эти люди направили бы свои усилия на то, чтобы хотя бы показать, что на самом деле происходит в Украине, тогда, конечно, это было бы настолько полезно для победы здравых сил над нездравыми. Потому что они все рассказывают об Украине через запятую, все рассказывают на отвали, они все между собой в кулуарах говорят, да, это всем надоело, да, это все никто не смотрит. Потому что, ну, как показывать, знаешь, вот так вот и смотрят или не смотрят. Если ты едешь там прямо на место событий и вот с этой камерой ходишь прямо с живой, да, и показываешь, что за трэш и кошмар творится на войне и в жизни простых украинцев, тогда это смотрят еще как. У меня фильм трехчасовой посмотрело 400 тысяч человек, и я этим горд, потому что вот, представляешь, эти 400 тысяч человек, половина аудитории украинцев, кстати, почему-то, вот, а половина россияне, ну, грубо говоря. И, соответственно, вот из этих вот 200 тысяч россиян, если 100 человек хотя бы не пошли в убийцы записываться, ну, значит, я вот не зря уже пылю землю, да, последние три года. А вот те, кто делают эти срачи, они зря пыли от этой земли. И, в общем-то, поэтому я, конечно, понимаю твой журналистский интерес, и, да, громко все звучит красиво, да, там, всех побили, там, все такие страшные, там, такой Бармалей, как Пепчев говорит, надо срочно его оставить, иначе он нас всех переубивает. Я прямо представляю себе такой небзан с наритыми кровью глазами, там, ну, бред какой-то. Ну, ладно, еще раз, здесь все будет предельно понятно, и причем довольно быстро. Для следствия это не сильно сложное дело, то есть вот они как бы фейки, вот они не фейки, вот, пожалуйста, внесите это в суд, предъявляйте обвинение. Тем более, что поймали этого главного фигуранта, который там фигурирует. Прости за масло масляное, но, собственно, тут уже точно никаких двух мнений. Вот ему приписали, что он где-то все организовывал. Организовывал или нет, пусть рассказывает. Да, мы просто говорим, что это ФСБ сделало, да, там, ФСБ, это, конечно, могущественная организация, да, но мне кажется, что без такого какого-то моторчика эта организация никуда не поедет, потому что, ну, там есть эти все сломофоны, которые не очень-то талантливы, на самом деле, в организации каких-то вещей. А вот давай представим себе, что вот жил в Лондоне бизнесмен, там, Михаил, например. Например, отчество у него Маратович было. Например, он, когда началась война, очень не хотел возвращаться в Россию, хотел перекраситься и хотел оставаться в Лондоне, например. А сам при этом тихаря совершенно так же, как и раньше, помогал Путину, помогал войне. Да, и при этом жил в Лондоне и рассказывал, какой он классный, как он сейчас поможет Украине миллиардом долларов. Например, представьте такую ситуацию. И, например, есть среди задач какого-то из участников российского оппозиционного движения, которого, например, зовут Леонид. Например, у него фамилия, не помню какая, а, например, отчество Борисович. И, например, он работает рядом правительства приличных стран мира над тем, чтобы как раз вот таких Михаилов Маратовичей ловить за ушко и вытаскивать на солнышко. Да, и, например, вот он сделал в этом случае то же самое. Например, вот он, как бы, да, доставил того вернуться в Россию и сидеть там и помалкивать. Да, как бы, вот, собственно, вот этот человек в таком случае бежит в Лубянку и помогает там уже ФСБшникам со своими специалистами, которые в IT у него есть. И, как бы, они в состоянии, как бы, да, там поделать все достаточно красиво, потому что, ну, как бы, это специалисты выше уровня, чем те, которые на Лубянке сидят. Я думаю, что там, конечно, был какой-то заинтересант. Я вот сейчас точно не знаю, был ли это Фридман или кто-то еще из десятков людей, которых Невзлин в этом рамках своей работы, да, поймал. А у него это одно из основных направлений. Ну, кроме поддержки, соответственно, Украины и ИВСУ, и РУЗБАТ. Вот это вот у него вот очень большое направление. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что, скорее всего, без соучастия какого-то из врагов Невзлин и Ходорковского, конечно, этот удар был по обоим. И не просто так, значит, фамилия Ходорковского упоминается в этом горе расследовании больше, чем главный фигурант этого расследования. Это же очень показательно. То есть, а вот это, наверное, все-таки Ходорковский тоже там как-то поучаствовал. Поэтому, конечно, это политическая грызня, это разборки между теми, кто вот вокруг вот этого всего. И, соответственно, я от этой грязи дико устал за эти три года, потому что здесь вот все время что-то такое происходит, здесь все время эти потоки. И, конечно, это очень отвлекает от настоящей работы. Вот представь себе, я тебе сейчас рассказываю в городе про свое кино, там, где 400 тысяч посмотрел, а представь себе ресурсы ФБК медийные. То есть, это там, ну, я не знаю, если у нас там просмотров 200 миллионов за последние два года, то у них, наверное, миллиард, а может больше. Представляешь, миллиард касаний с аудиторией могло бы быть направлено на то, чтобы не ходить на войну. Украинцы хорошие люди, они ничем это не заслужили. Представляешь, вот этот месседжь бы все время шел. Вместо того, что этот козел, этот козел, этот козел, а мы самые классные белые пушистые, дайте срочно денег. Вот понимаешь, что бесит больше всего, на самом деле, это вот это. То есть, что люди растратили ресурс, который им дали хорошие люди. Я, как Константин Григорьевич Коголовского, кстати, очень понимаю, который позавчера написал суперзлобный пост, прям матом-перематом. Потому что я вам дал, типа, пишет человек полмиллиона долларов на то, чтобы вы Путина свергали, а вы что делаете? И многие хорошие люди давали им денег. Многие люди небогатые давали денег. И американское правительство давало денег и дает. Сам нефть самое интересное дает тоже на Навальный лайк. Это уже удивительное дело. И как бы нет, им все это не нужно. Им нужно только быть одним царями горы. То есть, это потрясающе. Послушай, я знаю человека ни один год и ни два. И я же знаю ход его мысли, да, я знаю, чем он живет. И он совершенно не живет какими-то разборками с оппозицией. Он очень прямой человек. Он же всему этому ФБК и Волкову, и Пехчих все говорил везде, где их встречал, так, как он думал. Да, но это же очень тупо. То есть, что ты ходишь и открыто говоришь, да вы придурки, вы занимаетесь ерундой, которая помогает Путину, а не мешает ему. Говоришь, ты везде открытый. И потом такой думаешь, а, да, еще и забью их все. Ну, это как-то вот, еще и такой, а дай я прям по телефону там ФСБшным двум решалам команду всех убивать прям. И такой, товарищи ФСБшные решалы, убейте вот этого, вот вам фотографии. Ты видел, да, как это там описывается? То есть, смотрите, присылаю вам фотографию объекта. Там фотография Волкова, ссылка на него в Википедии. Значит, его надо убить вот таким-таким-таким способом. И чтобы вот тут кровь стекла. Я как бы не знаю, ну, я никогда не был олигархом, но мне кажется, для того, чтобы ты им стал, ну, нужны какие-то мозги в голове. И нужно понимание правовых процессов, совершенно верно. И тут ты такой прямо по ничтоже сумняшися, по мессенджерам, двум ФСБшным решалам даешь вот такие команды, что серьезно? Вообще есть люди, которые в это верят? Я не знаю. Ну, нет, еще раз, мы дождемся суда и следствия. Ну, в общем-то, без суда и следствия, это только вот у нас эти товарищи, алиопевчих, волков там и так далее, они любят. Такую ведь, действительно, не надо даже, блин, политологом быть, чтобы понимать, что это нанесет удар по всей российской оппозиции, вот эти все разговоры даже, да, по всей, включая самих ФБКшников, потому что все равно же отрикошетило, и кто-то там в их сторону перенаправил обвинение. И, кстати, там по всем опросам только треть как бы задумывается о том, что это может быть правдой. И треть считает, что это провокация, и треть пока не знает. И, то есть, понимаешь, две трети людей есть, которые считают, допускают, что ФБК может врать, прям провоцировать, да. То есть, грубо говоря, для них это, ну, точно несет больше минусов политических, чем плюсов. И почему они это делают, для меня это загадка. Ну, не знаю, может быть, разгадка заключается в том, что обязательства какие-то перед кем-то, я не знаю, важнее замочить Ходорковского, чем развиваться самим и воевать с Путиным. Ну, вот какие-то такие у меня очень поганенькие мысли на эту тему, я их от себя прогоняю, думаю, что, ну, может, все-таки это ошибка, может, они когда-то придут в себя, может быть, они хотят свержения Путина и хотят победы Украины, может быть, вдруг. Ну, хотя они натыкаются иногда на такие переписки, конечно, в интернете десятилетней давности, да, про Крым, что там говорили Жданов, что там говорили все остальные. Это, конечно, сразу тоже навевает очень неприятные мысли. Но, в общем, не знаю, как-то, честно говоря, вот сейчас мы обсуждаем такое ощущение, что руки пойти помыть хочется, потому что, ну, вот как-то вот все это очень много несет в себе каких-то двойных смыслов, какой-то двойной игры, каких-то двойных агентств вот этих вот. И я вот очень бы хотел, честно, перейти на проблематику, которая для меня важнее, да, то есть, я не знаю, ведь в последнее время много и позитива происходит. То есть, движение Украины по, например, боевым действиям, это просто, ну, это я не знаю, тоже очень интересно посмотреть, послушать. Но я-то эту мотивацию знаю, понимаешь, у меня же все пуповины, они меня связывают по-прежнему с этой стороной. Хотел бы я этого и не хотел, но я должен в этом общении находиться. И я знаю, что там 95% это бабки. У них главное отсидеться в окопе. То есть, они же там вот рассказывают, как они там воюют. Им главное вот сидеть и никуда не бежать. То есть, собственно, как бы-то откуда взялись заградотряды, откуда взялись ямы, откуда взялись расстрелы внесудебные. Потому что там особо воевать, ну, получил он 2 миллиона, закрыл свои кредитные долги, которых нахватал в микрозаймных организациях. Ну, собственно, вот ему все счастье. Я не оправдываю их никоим образом в этом смысле. Нельзя остаться убийцей ни за 2 миллиона, ни за 3 миллиона, и ни за 100. Видно, знаешь, я же понимаю, как бы, логику, да, вот этих вот кремлевских команд. Потому что я сам когда-то, как бы, да, был частью этой системы. И я понимаю, кто кому что поручил. И то есть, как шлили нас, я тоже понимаю, да, почему мы оказались под обстрелом. Там сотни машин ездят военных. Почему именно в гражданский микроавтобус прилетел, который в центр суд же только заехал. Потому что ждали именно журналистов. И потому что, к сожалению, вот опять-таки разговор о гнилости нашей тусовки. Да, мы же собирали вот эту компанию, да, там, 5 человек, чтобы поехать. Российских журналистов, чтобы осветить, да, то, что там происходит. Соответственно, предлагалось-то не пятерым, предлагалось, наверное, ну, там, обсуждались, знали, да, человек 20, грубо говоря. Ну, соответственно, кто-то из них оказался тугачом просто. И кто-то из них просто нас сдал в ФСБ. И они, как бы, готовились именно к приезду микроавтобуса в эти дни. И понимали, что он будет вот гражданским, и что там мы будем. То есть, мы только вышли, и вот сразу прилет. То есть, как бы, прочесывали специально. А то, что я там увидел, слушай, ну, во-первых, я увидел, конечно, фейковость вот этих обвинений в том, что украинские военные якобы грубо себя ведут с местными жителями, что якобы, что они кого-то убивают, ходят. Потому что там единственное средство массовой информации сегодня – это сарафанное радио. Оно не может ошибаться. Потому что они там, вот, несколько тысяч людей живут на этой территории, и они друг другу сообщают по цепочке, и они друг другом обмениваются, и они не могут не знать. И я спросил у десятков людей, убили хотя бы одного человека. Никто не знал ни одного подобного случая. Чтобы кто-то из украинцев убил просто россиянина, мирного жителя. И, соответственно, нам рассказали, правда, об истории, когда кого-то в гражданском хватали, и мы там покопали, поинтересовались. Это, оказывается, там была интересная история. Там некоторые россияне, когда бежали, они пытались выдать себя за гражданских. Ну, просто понимаешь, такая история. То есть там в какой-нибудь деревне вдруг откуда ни возьми сидят 9 человек, все румяные, все такие 22-летние. И, значит, и все гражданский одежды, кто какую нашел на этой улице, где они, значит, зашли в какие-то дома, чтобы переодеться. Я сам там видел побросенные, знаешь, брошенные наградные листы там на ордена. То есть они там это все, ну, пытались таким образом выдать себя за мирных местных. Ну, это же достаточно легко считывается. Ну, понятно, какие-то твердоместные, когда их там много сразу, все мужского пола, и что они тут вообще делают. Да, и понятно, что только что там отступила погранчасть такая. Поэтому вот это вот было, да. Ну, их, собственно, погрузили всех в грузовик, подправили куда-то, то есть тоже не расстреляли, кстати. Вот, поэтому, да, это... Я сначала, когда узнал про Крымскую, о, господи, Крымскую, про Курскую эту вот операцию, оговорка по Фрейду, я схватился за голову, конечно, я подумал, что, ай-яй-яй, ужас, что же сейчас будет со стороны Путина, истерика, там, я не знаю, и красные линии, все вот это вот. Ну, потом я просто понял, что на самом деле было решение, это правильно. Я сейчас, конечно, как бы, как обладатель красного паспорта, говорю какие-то вещи вроде как против своей стороны, но я действительно не против страны, я против режима, да, и я против того, что с ней происходит, и чем скорее это закончится, тем лучше для самой этой страны, на самом деле. И вот то, что зашли украинцы в Курскую область, это же резко сразу остановило ситуацию на Донецком и Харьковском направлениях, поскольку у Путина больше нет никакого ресурса для того, чтобы все продолжать. И более того, он голый король в плане, как бы, да, все границы его открыты, заходи кто хочешь, делай, кто хочешь, и там все только разбегутся, там нету больше никаких ресурсов у него, нет резервов. И поэтому, конечно, это было решение очень правильным. Сейчас, если есть какие-то люди, которые хотят поражения Путина и победы здравых мировых сил, то надо основывать какой-то фонд борьбы за коррупцию российскую, чтобы она вот развивалась, чтобы становилась сильнее, мощнее, потому что на самом деле, конечно, вот это уничтожение арсенала, этого суперсерьезное, на самом деле, дело, потому что там, по-моему, до 80% запасов искандеров убрали просто раз из-за момента. И, соответственно, это, конечно, очень круто, и это всему виной исключительно и только российская коррупция. Я не верю в Тамагавский. Это была, условно, поляныция какая-то. Это что-то такое, что сделали на коленке украинские инженеры и отправили туда, понимая, что вранье про весь этот бетон. Весь этот бетон у Булгакова на даче. И, соответственно, все это как бы абсолютно фейковая история. Минобороны само строило, само себя проверяло. Понимаешь, и это было понятно, что там украли все, что можно было украсть. И, наверное, если бы это было защищено так, как по бумагам должно было быть защищено, то, наверное, условная поляныция это бы не пробила. Но так как это все было только на бумаге, собственно говоря, из этого надо делать выводы и отправлять дальше вот эти прекрасные ракеты со сложными украинскими названиями туда, куда они положены. Надо отметить, что ты слышала когда-нибудь о подобной блестящей операции российских войск? Ответа нет. Потому что, понимаешь, потому что желания-то нет, а патриотизма нет. То есть желание извернуться, сквозь игольное ушко протиснуться, но брать у врага возможность вот этими ракетами стрелять. То есть это же есть у ребят украинских, которые воюют. Все очень просто. Есть захватчики-агрессоры, есть люди, которые свою родину защищают. Здесь же прямо вот черные и белые, здесь никаких оттенков серого. Здесь, поэтому, собственно говоря, вот эти ребята эффективны и придумывают вот такие штуки, когда с помощью там из говна и палок что-то сделать, как бы, да, и взять и уничтожить вот как бы что-то очень серьезное. Вот поэтому, собственно, я уж извиняюсь за самые такие сравнения, но просто чтобы зрителю было понятно, что действительно, это же вот с таким противодействием, с таким отсутствием ресурса сопротивляться перед этим монстром, как бы, да, каковым представа Россия в начале этого вторжения особенно, но это же действительно, ну, так, Давид и Голиаф, да, то есть, и, собственно, вот почему, почему, почему не получается ничего у Путина? Ну, потому что вот, вот потому.